На минувшей неделе Росстат подвёл итоги апреля. При том, что в целом индекс промышленного производства по сравнению с прошлогодним апрелем упал всего на 1,5%, автопром оказался самой пострадавшей обрабатывающей отраслью. Производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов провалилось на треть от мартовского уровня и на 60 с лишним процентов по сравнению с апрелем 2021 года. Впрочем, автозаводы потихоньку оживают. Несмотря на персональные санкции, ГАЗ передумал сокращать рабочую неделю и продолжает готовить новый СОБОЛЬ-НН. К пятидневке вернулся КАМАЗ. В щадящем режиме запущен калининградский автотор. Со сварки кузовов в пятницу возобновил работу Волжский автозавод. И позитивная новость пришла из Москвы, где штамповочный завод ААТ сообщил, что слухи о его закрытии преувеличены примерно полностью. На этой неделе «АвтоВАЗ» оказался героем сразу нескольких важных новостей. Главное из которых в том, что как минимум один конвейер завода оживает. До недавнего времени должности председателя Совета директоров и президента занимал один человек — французский управленец Николя Мор. Но отныне должности решено разделить. Так, президентом компании ранее назначили Максима Соколова. А теперь Минпромторг назвал нового председателя Совета директоров. Им стал действующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ему предстоит принимать стратегические решения, а на плечи президента ляжет оперативное управление. Впрочем, обоим только предстоит понять, что представляет собой флагман российского автопрома. Кстати, в пресс-релизе «Лады» от 23 мая есть интересная цитата министра. Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Это принципиальное решение. Однако сейчас высказывания Дениса Мантурова подкорректировали. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и далее по тексту. Новая формулировка позволяет надеяться, что Рено позволит марке «Лады» использовать свои платформы, моторы и другие наработки. Более того, как сообщает паблик Автоград Ньюс из соцсети ВК, некоторые директоры вазовских производств, а также ведущие специалисты службы инжиниринга отправились в Москву на бывший завод «Рено России». Цель этой командировки — осмотреть и оценить оборудование, необходимое для выпуска «Дастера». Но это отдалённые перспективы. А самое ближайшее — возобновление производства «Лады Гранты». Ожидалось, что сборка автомобилей без подушек безопасности, антиблокировочной системы и с восьмиклапанным мотором уровня примерно Евро-2 начнётся 6 июня. Но фактически завод запустился уже в пятницу 3 июня. Началась сварка кузовов. Дилеры ожидают цену около 600 тысяч рублей, то есть примерно на 150 тысяч меньше, чем стоит обычная, а не упрощённая «Гранта». Кроме того, отправленная из Ижевска партия рестайлинговых «Вест», собранных несколько недель назад, приехала не к дилерам, что означало бы «скорую презентацию», а в научно-технический центр ВАЗа в Тольятти. Напомним, что внешность обновлённой «Весты» показали журналистам в конце февраля. В начале весны новости с колёс рассказывали про московскую фирму ААТ, которая мало известна широкой публике, но является действительно серьёзным игроком на рынке автокомпонентов. Коротко напомним, Alfa Automotive Technologies — это совместное предприятие, в котором ключевым владельцем значится японская корпорация IHI, а 17-процентной долей владеет Московская АМО ЗИЛ. Сам завод с 2007 года занимается штамповкой кузовных деталей для российских автозаводов, а также под сборкой автокомпонентов. Так именно отсюда на московский конвейер марки Renault, где собирали дастеры, каптёры и арканы, уходили лицевые панели. Кроме того, предприятие выполняло заказы АвтоВАЗа, Даймлера и калужского ПСМА «РУС». В марте японская страна будто бы остановила российское производство. А затем пошли слухи, что долю корпорации IHI вообще выкупят московские власти. Отчасти это согласовывалось с обещаниями бывшего завода «Рено Россия» наладить выпуск некой полностью оригинальной модели. Однако представители ААТ опровергли смену учредителей. Более того, в официальном письме в редакцию канала «АвтоПлюс» нас заверили, что завод работает. Сегодня производственный график ААТ сопряжён со срочными разовыми заказами АО «АвтоВАЗ», испытывает простое вследствие падения объёмов производства «АвтоВАЗа» и закрытия московского завода «Рено Россия». В текущих экономических реалиях производственный потенциал и инженерные компетенции ААТ востребованы в рамках совместных проектов с «АвтоВАЗом» производствами «Хавейл» и ПСМА «РУС». Так что если «Рено Дастер» действительно захотят перенести на конвейер «АвтоВАЗа», без кузовной штамповки он не останется. Ну а будущий «Москвич» наверняка окажется перелицованным китайцем. Скорее всего, марки «Джак». В прошлом году на выставке «Комтранс» ГАЗ показал долгожданный «Соболь-НН», то есть однотонку нового поколения. По факту новинка представляет собой укороченную «Газель», а потому технически повторяет свою старшую сестру. Соответственно, машина получила рамную конструкцию, шестиступенчатую коробку и несколько вариантов моторов. Тогда публике показали лишь заднеприводный вариант, но со временем обещали внедрить и трансмиссию 4х4. Минувшей осенью предполагалось, что серийный автомобиль встанет на конвейер через несколько месяцев. Однако, как выяснил телеканал «АвтоПлюс», проект жив, и в серию «Соболь-НН» должен пойти во второй половине года. Более того, сейчас «Газовцы» вдобавок разрабатывают электрическую версию модели. Её дебют назначен на 2023 год. Говорят, что выпуск аккумуляторного варианта пролоббировали представители бизнеса, которым для доставки товаров внутри города нужны недорогие электрички, которые бы отличались сверхнизкими затратами на эксплуатацию. Батарейную начинку «Соболь» возьмёт от «Газели» и «НН». Это пока единственный серийный электромобиль российского производства. Такие эксплуатируются почтой России и возят пассажиров в Нижегородский аэропорт Стригина. Предприятия группы «Газ», предвидя возможное падение объёмов производства, готовились перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Но пока этого не требуется. Во всяком случае, в июне конвейеры будут работать по пять дней подряд. КАМАЗ отменил сокращённую трёхдневную рабочую неделю, которая была введена 15 марта и теперь работает по пятидневному графику. А всё потому, что компания обеспечена заказами и нет никакого смысла вводить трёхдневку. Однако часть сотрудников, наоборот, переведена на трёхдневный режим. Это затронуло тех, чья деятельность касалась международных партнёров. Оставшиеся два дня персоналу предлагают выходить на оплачиваемые общественные работы. И новость очень короткой строкой. Дром рассекретил эскизы обновлённого «Патриота». Вот только, как уверяет издание, в серию такой УАЗ никогда не пойдёт. У владельцев автозавода нет средств, чтобы наладить производство. Небольшая нижегородская фирма «Универсал-НН» переоборудовала грузовик УАЗ-Профи в кабриолет. Такая машина сможет возить отпускников под туристическим маршрутом. Специалисты ателье вырезали панели крыши и заднюю стенку кабины. На шасси выдрузили оригинальную грузовую платформу, а после смонтировали трубчатый каркас, на который натянут матерчатый тент. В ближайшие годы мусорным операторам придётся полностью заменить мусоровозы из западных стран отечественными аналогами. Такой прогноз сделал глава российского экологического оператора Денис Буцаев. «Это объяснимо. С начала марта «Вольво», «Скания», «Ман», «Мерседес», а также «Ивека», которые занимались 17% парка мусоровозов, приостановили продажу машин клиентам из России из-за начала спецопераций на Украине», — сообщает РБК. Но мнение, будто отечественные производители не смогут выдать технику достойного качества, мягко говоря, ошибочно. Во-первых, вместо импортных шасси можно использовать грузовики «ГАЗ», «МАЗ» и «КАМАЗ», а также «Комтранс» китайского происхождения. С надстройками для перевозки твёрдых бытовых отходов проблем тоже нет — их подавляющее большинство всегда делали внутри страны. Но вот металл чаще закупали шведский, а гидросистемы брали из ассортимента итальянских и немецких производителей. Впрочем, вместо знаменитого скандинавского «Хардекса» можно применять российскую сталь 09G2S, а гидравлические компоненты — насосы и цилиндры — готовы поставлять компании из Турции и Китая, что подтвердила прошедшая выставка СТТ. Самих кузовостроителей тоже хватает. Притом белорусский Могилёв «Трансмаш» будто заранее предвидя санкций делал и бункеры, и гидравлику. Так что, вопреки пессимистичным прогнозам, без мусоровозов России точно не останется. Продолжим тему грузовиков нашими наблюдениями от прошедшей в Москве выставки СТТ-Экспо, то есть строительная техника и технологии. Мероприятия пропустили ГАЗ и КАМАЗ, которым сейчас важнее решать производственные задачи, так что главной звездой оказался китайский Джак. Производитель из Хэ-Фэя постарался привести максимум новинок — от мала до велика. Так, в сегменте лёгкого Комтранса поднебесный бренд решил бросить вызов «Газели» и «Фордовскому транзиту», представив модель «Санрей». Внешне она напоминает мерседесовский спринтер прежнего поколения. Сама машина — это стандартный цельнометаллический фургон, в который, впрочем, доработчики смогут врезать стёкла и вставить сиденья, получив автобус. Двухлитровый турбодизель отдачей 150 сил сочетается с шестиступенчатой механикой, но теоретически существует и бензиновое исполнение. Новинка классом постарше — шасси N200, полный массой 20 тонн, способное перевозить около 14 тонн груза. Под весьма современной кабиной скрываются трёхсотсильный турбодизель «Камминс» и восьмиступенчатая механическая коробка. Перевозчикам обещана широкая гамма. Выставочный бортовой грузовик с манипулятором стоит около 10 миллионов рублей. Но самый простой вариант отдадут дешевле — за восемь. За те же восемь-десять миллионов Джак готов продавать и тяжёлые модели. На СТТ перевозчикам предъявили трёхосный миксер и четырёхосный самосвал. Но опять же надстройка может быть совершенно любой. В движение китайцев приводят моторы VH-I, отдача которых варьируется от трёхсот пятидесяти до четырёхсот двадцати сил. Коробка-передач одна — это двенадцатиступенчатый механический фастгир. Прямо напротив Джака расставил своей машиной белорусский МАЗ, который очень хочет занять рыночные ниши, освобождённые большой европейской «семёркой». Главной новинкой минчан стал самосвал «Скальник» с колёсной формулой 8х8. Притом ведущие мосты и сложную трансмиссию МАЗ сделал своими силами, что определённо заслуживает уважения. По официальным данным, машина полной массой 50 тонн способна перевести около 30 тонн породы, хотя представители завода говорят про все 35. Кузов выставочного экземпляра сварен из дефицитной стали «Хардекс», но ей уже найдены достойные российские аналоги. Так что единственное, что осталось заменить, так это санкционный автомат «Элисон». Минчане заявляют, что подобные агрегаты есть и в ассортименте марки «Фастгир». К слову, эта фирма имеет сборочную площадку на территории Белоруссии. Там же, под Минском, выпускают силовые агрегаты китайской марки «Вейчай». Конкретно этому самосвалу полагается 12-литровый вариант на 460 сил. Примерная цена полноприводного «Монстра» — около 15 миллионов рублей. На больших стройках всегда можно увидеть шарнирно-сочленённые самосвалы марок «Вольво» и «Катерпиллера», которые теперь стали санкционкой. А значит, пришло время, чтобы российские заводы могли предъявить свои аналоги подобной технике. Петербургская компания «Ямал Спецмаш» предъявила двуххвостный самосвал, способный перевозить до 25 тонн груза по самому суровому бездорожью. У машины оригинальная рама и узел сочленения, а мосты взяты от трактора «Кировец». Под кабиной выставочного экземпляра стоит 300-сильный турбодизель «Камец», который, однако, теперь предстоит заменить камазовским V8. Ну и дорогущей коробке «Элисон», за которую производитель нынче просит около 20 тысяч долларов, придётся найти альтернативу. Это трудная задача, но теоретически автомат реально подобрать из ассортимента Минского завода колёсных тягачей. Капотный Тонар Т-35 напоминает технику «Вольво» и «Катерпиллеры» гораздо больше. Это второй сочленённый самосвал, построенный подмосковной фирмой, при том конкретный экземпляр, уже продан некоему клиенту. Интересно, что полурамы, механизм сочленения, подвеску, кузов, кабину, раздатку и даже мосты Тонар выпускает своими силами. А ведь совсем недавно над авторами проекта посмеивались, что они уделяют излишне много внимания вопросу замещения импорта. Поэтому, например, конструкторы модели Т-35 сразу заложили возможность установки ярославских «восьмёрок» от дачи 420 сил, хотя выставочная машина скрывает под своим длинным капотом 13-литровый дизельный каменс. Заместить гидроавтомат «Эллисон» будет сложнее, но если создатели «Ямала» посматривают на белорусские агрегаты, то представители Тонара возлагают надежды на параллельный импорт или восстановленные автоматы. В любом случае, на выставке этой разработкой активно интересовались и строители, и дорожники, и представители добывающей отрасли. А куда деваться, если рынок сочленённой техники фактически прекратил существование, скукожившись до одного «Белаза». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова